Сегодня, 14 октября 2021 года, православные верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, с чем вас, дорогие мои, и поздравляю! День выдался солнечным, теплым, несколько ветреным. Я, в силу некоторых обстоятельств, больше месяц не был на реке Урал. Время позволяло, как не воспользоваться такой возможностью, посмотреть, какие изменения произошли при восстановлении старого спуска. Да и вообще, я уже соскучился по Беловке, набережной, зауральной рощей, к красивому белоснежному мосту через Урал. Пешеходный мост в Уребурге Река условно делит город на Европу и Азию. Пересечь реку означает побывать в другой части света и вернуться обратно. Длина пешеходного моста Европа-Азия составляет 220 метров. Несмотря на такие большие размеры, внешний мост кажется абсолютно невесомым, благодаря специальной технологии. Длина пешеходного моста Европы Длина пешеходного моста Европы Длина пешеходного моста Европы С мая 2017 года в Оренбурге по реке Урал начал курсировать речной трамвай. Маломерное судно мечта, на котором можно совершить экскурсионную прогулку по акватории реки Урала. Яхта катамаранного типа с двигателем 115 лошадиных сил может перевозить 12 пассажиров. Во время прогулок гид будет рассказывать о реке, ее экосистеме, а также об истории судоходства на реке Урал, начиная с 18 века. Очередная реконструкция на этот раз предметом переделки станет станция детской железной дороги. Областная власть совместно с российскими железными дорогами собирается вернуть территории облик советских времен. Комсомольская будет власть советских времен. Комсомольская будет власть в том же виде, в котором ее привыкла видеть значительная часть горожан. Однако горожане идею восприняли довольно прохладно. В комментариях в соцсетях люди недумевают, зачем переделать то, что и так выглядит нормально. Ностальгия по уходящим – чувство похвальное, однако средств стоят немало и их можно пустить на более насущные проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok